И всем привет! Простите, если буду звучать не очень хорошо, я, как обычно, приболела. Это мое нормальное состояние, что я постоянно болею, непонятно по какой причине, поэтому, если что, извиняй заранее. Ну, а мы сразу переходим к видео. Знаете, вот рано или поздно я бы в любом случае дошла до темы пиара, до темы алгоритмов в разных соцсетях и о том, как они работают, ну, или как они должны работать. Все-таки соцсети сейчас очень важны и в жизни людей, у многих там вся работа находится буквально в интернете, так что неудивительно, что хочется, знаете, найти какой-то сайт с нормальными алгоритмами, который будет как-то тебе помогать с продвижением, а не просто ты что-то сделал и это просто что-то висит и об этом никто ничего не знает. Естественно, разные соцсети предлагают разные варианты раскрутки, самым выгодным, естественно, остается платная реклама, но, тем не менее, есть и бесплатные варианты. Я сижу в ВК чертовски много и это моя любимая соцсеть, несмотря на все ее минусы. Возможно, я просто привыкла к ней, но, тем не менее. Я хотела бы поделиться с вами своим опытом с Прометея и, может быть, немного поговорить о чужих представлениях и о том, как оно вообще работает. Для начала, для тех, кто не знает, что такое Прометей или для тех, кто не сидит ВКонтакте, Прометей, он же Огонек, это вообще не важно, это такая штука для пиара от ВКонтакте. В теории она работает так. Ваш пост был очень крутой и ваши подписчики его очень оценили. Они переслали его своим друзьям, написали комментарии, пришли новые люди, его тоже откомментировали, подписались на вас. И алгоритм понял то, что поняли все эти люди. Пост действительно классный, а значит, его надо пропиарить и показать большему количеству людей. Он закидывает этот пост, либо же целиком всю группу, тут как повезет, в глобальные рекомендации. У вас растут просмотры, соответственно, подписчики и лайки. Также среди плюсов Прометей может получить даже самая маленькая группа, где-то на 100 человек или даже меньше. Но это, конечно же, в теории. Звучит довольно круто, согласитесь? Просто сделай крутой пост, нарисуй классную картинку и ты уже популярен. И пару раз получишь этот Прометей и все, больше ничего делать-то не надо. Но на практике все немножко сложнее. Давайте же разбираться. Начнем с того, что все-таки конкуренция, она есть в любом случае. Алгоритм не может отметить все посты. Поэтому неудивительно, что большинство людей его не получало. Как получить его, никто не знает. То есть, то, что я описала, это примерно то, как он работает. Но как он работает на самом деле, вообще-то никто не знает. Далее у нас самое ужасное. Именно глобальные рекомендации и всякие люди, которые не готовы узреть ваш фури аниме арт. Что же такое глобальные рекомендации? Вот вконтакте есть разные темы. Арт, игры, красота, что-то там еще. И когда вы делаете пост, вы помечаете, из какой он категории. И когда ваш пост попадает в глобальные рекомендации, он показывается во всех этих категориях. Условно, есть какой-нибудь у нас дядя Миша за 40 лет. Сидит он в группах по продаже машин и никого он вообще не трогает. Смотрит свои новости, ему ничего не нужно, ему ничего не интересно. Но тут внезапно среди привычных постов с политикой всплывает аниме-неко-девочка в бикини. Итак, дядя Миша очень недоволен этой картинкой. И первый вариант. Он добрый и неконфликтный, и поэтому нажимает три точки над постом и просит ему больше подобное не показывать. Нельзя винить человека за то, что ему не понравилась картинка, и он ее вскрыл. Но, предположим, картинка, ну, прям совсем не для всех. Параметей выбирает рандомный какой-то пост, судя по всему. Потому что редко вижу, чтобы он выбирал какие-то, ну, адекватные посты. Очень много художников постоянно жалуется, что он выбирает какие-то левые скетчи с учебы вместо полноценок красивых, над которыми они там старались. И вот это попадает в реки, им это не нравится. И, предположительно, ваша картинка тоже, ну, не для всех, скажем так, еще раз. Но Прометей ее уже отметил. Если таких скрытий будет много, то так можно получить и проблемы на самом деле. Как я уже сказала, вы не можете выбрать пост для Прометей, а он его выбирает сам. И, естественно, если это пост, ну, не для всех, он пролетит мимо большинства, потому что его много скроет, ну, и он не будет его пиарить. Второй вариант. Дядя Миша у нас очень агрессивный дядя, и он пишет вам свое возмущение в комментариях о том, что он знаком с вашей мамой лично и вообще, что за уродство в его ленте. Ой, к сожалению, это, ребят, не шутка. Таких додиков почему-то действительно очень много находится. И мне лично до сих пор непонятно, а зачем они это пишут. Возможно, был тяжелый рабочий день или что-то такое, или хочется просто гадость сделать. Но я не думаю, что пост в интернете с аниме-девочкой может кому-то настолько сильно подпалить жопу. Но если такое возможно, то сочувствую человеку. Еще ходят слухи, что с Прометей в группу вступают бальты. И я лично не нашла этого подтверждений, поскольку у меня такого не было. Но про это чуть позже. Далее, ребят, огонек у вас висит эту пресловутую неделю. Это значит, что все посты в эту неделю будут попадать в глобальные реки. У вас будет очень много просмотров, но по какой-то причине лайков больше не станет. Да и комментов тоже почему-то. Итак, ребят, вот моя история и то, что получает большинство от Прометея. Я получала Прометей аж 4 раза. 2 раза полноценно на неделю и 2 раза были просто посты. Опять же, он выбрал посты со скетчами какими-то, а не с норм картинками. Но не важно, так уж и быть. А вот с полноценным Прометеем у меня была лишь одна проблема. Дело в том, что ко мне залетных таких не было людей. Ну, были люди с рекомендацией, которые путали мои хосов с какими-то фандомными персонажами. Знаете, это уже норма. Норма. Поэтому я не удивляюсь и даже уже почти не злюсь. Но, тем не менее, на это можно действительно закрыть глаза. А вот то, что мне действительно не понравилось, я описала чуть-чуть ранее. Он мне накинул на 10 тысяч просмотров больше, но в остальном все осталось точно так же. То есть, ну, давайте образно примерно посчитаем. На 10 тысяч просмотров примерно приходится 2000 лайков. Плюс-минус, обычно. Итак, он накидывает мне на 10 тысяч больше, значит их стало 20. Значит, должно быть, ну, хотя бы тысячи 3 или 4. Ну, по такой логике. Ну, нет, естественно, осталось такое же количество лайков. Комментарии тоже написали только, ну, подписчики и как бы те же самые люди, что их обычно и пишут. И вы скажете, что это не проблема. Ну, само по себе, конечно, ребят, нет. Но в конце недели ВК присылает вам статистику паблика. Итак, за неделю большого количества просмотров он привыкнет к этим цифрам. И уже на следующей неделе сообщит вам, что вы лох и просмотры ваши упали. И лайки упали. И вообще, ВК вот все уронил. И вы теперь никому не интересны. А раз вы никому не интересны, то и зачем ваши посты в ленте у подписчиков показывать тогда? Да, логично же, да? Звучит как вред, наверное. Да, но... Еще раз. Статистика не включает в себя неделю Прометея. Он просто думает, что вы внезапно стали популярными. И потом точно так же думает, что вы внезапно уже никому не интересны. И становится после Прометея лишь сложнее жить. Потому что надо как-то возвращать актив. А как ты его вернешь-то? Я лично после первого Прометея поняла, как он работает, через какое место, как говорится. И когда я уже получила второй, я просто не делала постов в ту неделю. По крайней мере, все осталось на прежних цифрах. А это лично для меня самое главное. Потому что мне не пришлось потом страдать, мучиться и делать большое количество постов. Я особо не слышала истории, чтобы Прометей кому-то действительно помог. Не навредил? Уже хорошо. Но главную функцию, а именно поддержка контент-мейкеров, он выполняет не очень хорошо. Никто даже не знает, как получить этот Прометей. Все мои четыре огонька были получены максимально случайно. Я так и не поняла, как оно работает. И за какие такие заслуги мне его вообще дали. К слову, если не хотите проблем, то знаю людей, которые просто закрывали паблик на время Прометея. Но еще его можно отключить. И для этого будет достаточно писать в поддержку, и его отключат. Ну и напоследок хочу сказать, что очень многие люди не понимают. Типа, блин, ну пришлите тебе боты, у тебя выросли люди, что ты жалуешься? Ребят, это немножечко не так работает. Это опять же, соцсеть заметит этих ботов и начнет вам резать просмотры и охваты. К тому же, в чем смысл, что у вас тысяча ботов, например, и шесть лайков? Очевидно, что это выглядит как накрутка. Поэтому Прометей должен приводить по идее живых людей, а не подкидывать вам ботов или что-то подобное. В общем, мне кажется, идея сыроватая и странно, что ее до сих пор никак не починили. Ну, а что вы думаете насчет Прометея? Делитесь своим мнением, опытом, если вам его давали. Может быть, вы читали что-то от других художников насчет Прометея. Ну и, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на инстан, на твиттер, на все-все-все. Всем отличного дня и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok